И всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, добро пожаловать в игру под названием Myth of Empires. Мы с вами, хотел сказать, я сейчас продолжаем, но нихрена мы с вами не продолжаем. Что ж, вот такое вот у нас вступление, немножечко не радужное, скажем, да, потому что все вы знаете, что эту игру я снимал примерно 4 раза. Ну, то есть были 4 серии. Ровно на этом месте мы с вами строили базу. Офигенную, шикарнейшую базу, которую я еще достраивал после этой последней нашей серии, после четвертой. Теперь, два дня, ровно два дня меня в игре не было, потому что я после той записи еще заходил. Но, ровно два дня меня не было, потом я прихожу, а у нас с нашей базы осталось только вот это. Чтобы вы понимали. Осталось только это и то. Этому жить, как говорится, немного недолго, потому что это прям на глазах сейчас, скорее всего, лесенка должна была уже развалиться, потому что там уже дюрабилити уже ноль. И это большущая проблема. А вы, наверное, скажете, что Кент, елки зеленые, ты, наверное, не поставил гребаный маркер, который, ну, не маркер, а сейчас я вам покажу, этот говняный, блин, факел, не факел, территориальный макет. То есть, флаг гребаный не поставил, наверное, и у тебя база разваливается, потому что написано, что вот такая вот фигня, блин. А нихрена я вам скажу, что этот маркер или этот флаг я уже ставил один раз здесь, один раз там. Короче, два флага ставил, чтобы у нас было все хорошо, чтобы база осталась целехенькой, чтобы она не разваливалась. Потому что именно этот гребаный маркер, блин, он держит базу в строю, чтобы она как бы не развалилась. Потом я заметил, что эти вот маркеры иногда пропадают, просто так пропадают, тебе просто приходится чуть ли не там каждый день заходить для того, чтобы их ставить обратно, чтобы у тебя база, блин, построенная, не потерялась. А все знаете почему? Потому что очень обидно, когда это все теряется, а знаешь почему, сейчас еще раз скажу. То есть, не еще раз, а просто объясню. Потому что вы видели четыре серии только по этой игре, где-то по, сколько там, ну, по 50, по 40 минут одна серия. Грубо говоря, мы потратили на эту, на эти вот четыре серии, ну, вашего, вашего личного времени по 40 минут, да, на каждую серию. А я потратил в этой игре для этих серий целых 22 часа. В стиме у меня наиграно в этой игре 22 часа. И все это не только для постройки базы, а все это для того, чтобы мы как бы посмотрели на карту вот эту вот, чтобы было хорошо, красиво, чтобы мы знали вот эти вот места. Да, я еще тут прокатился, еще с вами показал, что да как, короче, все это вот дело было сделано и на все потрачено 22 часа. Да. Ну, и потом, хоть вы видели только четыре серии по 40 минут. Так, потом захожу я, короче, сегодня. Да, после последней серии меня не было в игре два дня ровно. Я захожу, тут у нас вот такое вот говно, короче, все разваливается и так далее. Я подумал, блин, может быть опять маркер по этому упал и может только у меня такая проблема. Давайте поскочим дальше, покажу вам что да как. Сейчас, я просто думал, что это только у меня проблемка. А потом, короче, если вы помните, мы хотели с вами построиться в прошлой, в позапрошлой, скажем, серии. Я хотел построиться вот в этом вот месте. Да, у меня уже дежаве уже по этому моменту, потому что я это уже один раз показывал. Но сейчас у нас тема как бы другая. Это нужно показать и объяснить что да как людям. Ну, чтобы как бы тоже понимали, чтобы вы эту игру не ждали. Ну, потому что дальше я это говно снимать не буду. Смотрите, здесь то же самое. Здесь у нас была вот такая вот хорошая, красивая база. Я хотел строиться вот там. Я уже об этом говорил, да. Там у нас другой парень построился. И здесь, если мы сейчас тоже глянем, тут очень серьезная база, интересная такая была. Все разваливается. Техническое состояние этого фундамента 60, снизу слева написано, из 3700. Плюс к этому здесь были стены как бы целенькие. Тут все было рабочее, все нормально было. Человек еще там забор построил себе, что было хорошо. А я на тот момент, на первый момент, скажем, построился где-то вот здесь. Именно вот здесь построился. И думал, блин, меня зажмут, короче. И тот зажмет, и этот зажмет. Но дело в том, что у этого чувака, блин, вообще тут стена была как китайская гребаная стена, блин, елки зеленые. Была вот такая вот у него стена, но уже ее нет. Потому что, опять же, такая проблема. У него, ну, якобы я захожу. А у него дюрабилити, что там у нас? Погоди, стой, 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 стой ты. С 19000, 7000 дюрабилити. Но у него даже есть этот гребаный столб. Да, тихо, ты что-то орешь, ты, ел мое. Столб гильдии у него есть. Понимаешь, у него даже столб гильдии есть, который мне даже сейчас не доступен, потому что я еще его не скрафтил. Ну и опять же, все у него разваливается к хренам собачьим. Да. Увы. И потом я подумал, ну, блин, ну я не знаю. Может, не у меня такая проблема, и все нормально. Но даже если не только у меня такая проблема, а у всех такая проблема, я подумал, а нахрена? Вопрос. Да? Потом, короче, ну, в смысле нахрена в это дело тратить свое время. 22 часа реального времени. Реального времени. Понимаешь, это чуть ли не, не чуть ли, а целые сутки, короче. Я в эту игру как бы чуть ли не заходил и не выходил, грубо говоря, да? Ну, в общем, как бы. Тут я, короче, взял, глянул в этот, в Steam по форумам там побегал, посмотрел что да как. А люди-то пишут, что игру вообще уже в Steam не купить. Игра уже в Steam не продается. И игру Steam, короче, отозвал. Не то, что отозвал, короче. Он высунул эту гребаную игру, блин, из продажи. То есть эта игра больше в Steam не продается. А все почему? Да потому что на разработчиках этой игры, я не помню, кто там было, но их хрен с ними, потому что они говно, короче, эти разработчики. Ну, не зря же на них подали в суд. Короче, да, придем к сути. На них подали в суд из-за того, что они якобы этот продукт украли у кого-то другого. У разработчиков якобы поменьше. Не знаю, правда ли это или неправда. Но, по крайней мере, такое вот говорят в Steam. Если вы какую-то тоже информацию по этой теме знаете, или в курсе чего-то там, чего я не знаю, то было бы неплохо об этом тоже поделиться в комментарии. Мне тоже интересно, что вы об этом продукте знаете. И сталкивались ли вы с такой же проблемой, как у меня? Ну, само собой сталкивались, потому что у всех такая же беда. Потрачено попросту время. Хоть и игра очень хорошая, мне очень сильно понравилась. Не все ее, конечно, смотрели, хоть у нас первый видос, кстати говоря, 60 тысяч гребанных просмотров набрал-то. Это круто, молодцы, короче, красавцы. Вам все-таки она понравилась. И мне тоже понравилась. Поэтому иначе я бы здесь не проводил бы 22 часа в этой игре, да? Имея на ютубе только 4 видоса по ней. Да. Так что вот такие вот пироги, друзья мои. Не ждите эту игру. Она больше не выйдет. Только если каким-то боком решится проблема с этим Steam. И ее все-таки дальше продадут. Кому-то там отдадут. Решению суда. Там не знаю, что это будет. Но это вряд ли будет скоро. Поэтому игра у нас заморозилась. В нее мы больше заходить не буду. Вы, наверное, спросите, а как ты вообще заходишь в нее, если она в Steam не продается? Дело в том, что те, которые ее купили, они могут зайти в эту игру. Хоть строиться здесь или что-то другое делать нет смысла. Потому что игра больше не поддерживается. Сервера больше не поддерживаются. Ни хрена тут. Короче, херов взять. Не работает. Если все разваливается, то, само собой, тратить время на эту игру никто, скорее всего, не будет. В том числе, само собой, и я. У меня, кстати, хороший меч. Вот. Да. И все. На этом все. Что я там хотел сказать-то? Что-то еще, короче, было. Сейчас вспомню. А, дело в том еще, что до этих моментов, типа, когда, типа, там, игру вообще сняли со Steam, она больше не продается. До этих моментов уже эти вот флаги, о которых я говорил, они уже с самого начала, с самого первого дня, блин, релиза. На второй день даже релиза, мне кажется, флаги люди ставили, как бы, да, на своих домах, на своих территориях, там, где свои базы устроили, да. И они пропадали. Ты заходишь на второй день, а у тебя флага, блин, ни хрена нет, он просто-напросто пропал, и начинают гнить твои постройки. То есть, эта проблема именно с флагами была с самого начала. Хоть еще таких проблем, еще с этими, с разрабами, там, с кем, я знаю, с кем, херозная, там, с кем еще, таких нюансов не было. А с флагами уже проблемы были. И поэтому я считаю, если даже, как бы, этой проблемы с судебными нюансами и так далее не было бы, если бы не было бы, то я не вижу смысла вообще тратить на игру столько времени для того, чтобы просто-напросто каким-то багом этот гребаный флаг пропал, и твои 20, там, 50 или 100, потому что эти люди, которые там построились, у них там уже 100 часов игрового времени, да, и у них все пропало к чертям собачьим. Короче, друзья мои, пишите свое мнение, что вы думаете о всем этом. Что у вас за впечатления были, когда вы зашли в эту игру, потому что многие из вас тоже, которые меня смотрят, смотрели эту игру и играли, и эту игру сами играли, и по-любому столкнулись с такой же проблемой. С вами Бакентавр. Это была игра Myth Survival, Myth of Empires, хорошая поначалу, потом херово заячо, короче, но мне это дело вообще не нравится. Пишите ваше мнение, всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok